О, сделано в Рэдбарн. Винца, спокойно, Лайза, тихо, дядка, порядок. Мы просто разговариваем, направь пушку на меня. Сейчас будет душно и сложно. Как бы это грубо ни звучало, но они этим и занимаются. И у него в паховой области был пистолет. Какая-то двусмысленность некая, она какая-то... Ладно. Всем привет! Вы слушаете подкаст с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня ваши ведущие. Диана, это я. И мой дорогой друг и коллега Илья. Всем добрый день, добрый вечер, спокойной ночи и доброе утро, если кто-то вот так ведет свой образ жизни. Почему бы нет? Сегодня что-то беспрецедентное, на самом деле. Да вообще нонсенс. Потому что выпуск без меня был, выпуск без тебя был, но выпуск без Даши. Но сами понимаете, что в любой момент что угодно может пойти не так, потому что за нами некому присмотреть. Да, мы как-то непослушные дети. Как в рекламе, в скетче, точнее, СНЛ про папируса в фильме «Аватар», когда Райан Гослинг рассказывал про то, как дизайнер шрифта папируса выбирал этот шрифт. Он говорит, он как беспечное дитя идет, срывает с деревьев листья просто и такой выбрал папирус. И вот у меня теперь папирус. Как вы можете понять, этот выпуск будет про шрифты. Нет, этот выпуск будет про кино, Калибри. Вот. Ну и прежде чем мы начнем этот выпуск, хотелось бы вам напомнить, что этот сезон мы делаем вместе с ферогематогенфорте от компании FarmStandard. Это полезный и вкусный источник железа, который удобно брать с собой. Подробнее о нем мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте начинать. Короче, я вот что заметил в своей жизни за свои 31 год. Важная тема. Диана сказала про то, что мы сегодня будем говорить про кино. Но это не совсем как бы напрямую про кино, это скорее просто про жизнь. Вообще наш подкаст в целом про жизнь и жизнь разных поколений. Поэтому вот какую штуку я заметил. Что на протяжении всей своей жизни как-то так получилось, что я нашел, скажем так, способ немножко увеселять какие-то сложные процессы и моменты в жизни благодаря цитатам из фильмов. И о боге. Как иногда иронично и смешно бывает, что те цитаты, которые я произношу, ну, во-первых, они как бы скрасят эту ситуацию и делают ее более смешной и не такой трагичной. А во-вторых, она, ну, эти цитаты, они как будто бы сквозной линией проходят через всю мою жизнь. И есть там, по пальцам перечитать фильмы, которые прям, ну, как будто бы без них я бы не смог вообще понимать, как ходить. Какой ногой шагать? Первой, типа, левой или правой? Вот эта же цитата была, вы просто не выкупили еще. В общем, да, я просто хочу сегодня как бы такую тему обозначить вместе с Дианой, то, что у нас сегодня, как кино влияет на нашу жизнь. Можешь не переписывать. Этот выпуск бездаж, поэтому именно об этом мы и будем сегодня говорить. В общем, да, как кино влияет на нашу жизнь и через цитаты, через какие-то, возможно, картинки, то есть что из себя представляет фильм. Это быстрая картинка. Ну, так как... Подожди. Да. Сейчас. Сейчас, секунду. Я хотела вспомнить цитату из фильма Гадара «Маленький солдат», где он сказал, что кино, по-моему, если не ошибаюсь, или что-то там типа фотография, это 24 кадра в секунду, и вот такая правда жизни. Вы можете узнать, как там было на самом деле, но вот цитировать я сегодня буду так. Это на самом деле очень интерактивный выпуск, потому что вы параллельно слушая можете использовать поисковик для того, чтобы открывать для себя какие-то новые цитаты из фильмов или, возможно, написать в комментариях в нашем телеграм-канале свои цитаты, любимые из фильмов. Ну, в общем, и как они повлияли на вашу жизнь. Ну, штука в том, что у меня сейчас на столе лежит три блокнота, в которые я на протяжении всей жизни плюс-минус записывал какие-то цитаты, которые потом очень красноречиво и умело выдавал так, как будто бы я их просто один раз посмотрел и запомнил. Выглядит это так, как будто бы, знаете, Илья максимальный социальный человек, и у него три маленькие книги, в которых номера всех людей в городе. Да, и вообще как будто бы я какой-то, не знаю, псих и записываю все недостатки всех окружающих людей, а потом их выдаю. Ну, такие дневники синемофила. Причем, да, с обратной стороны один блокнот очень сильно пошарпан. О, слушай, а там прям цитаты внутри? Да, там есть цитаты. Давай погадаем. Это как? Дай мне, можно? Да, пожалуйста. Короче, смотрите, ничего не пойму, там я уже вижу. Мы можем вот так вот сделать. Ну, там, знаешь как, там не везде цитаты. Вот там, где я туалетную бумагу оставил, это в качестве закладки. У меня просто не было бумаги. Ну, вы поняли, да. В общем, смотрите, мы сейчас с Ильей, сейчас, возможно, вы услышите небольшую, да, такую странность в записи, потому что мы с Ильей обсуждаем, как обсуждали, как сейчас будем играть. Короче, решили, что в определенный момент Илья будет листать свои эти блокнотики с записями и туалетной бумагой, и когда я ему скажу стоп, он читает любую цитату, которая там есть. Да, это не на весь подкаст игра, я надеюсь, потому что у меня не так много цитат. Нет, нет, нам же нужно как-то... Короче, да, ну давайте попробуем такой интерактив. Итак, волчок крутится. Сейчас, 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 вот так сделаем, поехали. Стоп. Окей. Трудности перевода. Да, я понимаю. Ты почему не... Это же фильм, Илья, я же старалась. Слушай, я просто не знаю, с какого момента читать, тут очень большой текст. Любую фразу прочитать. Хорошо. Итак, цитата. Спокойно, Лейза, тихо, детка, порядок. Мы просто разговариваем, направь пушку на меня. Направь на меня, умничка, Винца, твой девтень и не дергайся. Скажи, что все клево, все клево, зайка. Ну как, детка, я хочу писать. Я так понимаю, это что-то из Тарковска. Это что-то из более позднего творчества Гадара, да. Какая-нибудь Тарантино, я так понимаю. Да, это Тарантино. Какой-то, да. В общем, что я хотел сказать вообще на самом деле насчет цитат, что бывали случаи, когда прям в моей жизни, по крайней мере, очень, кстати, приходились некоторые штуки. Да и, наверное, у каждого из нас ты вот мне ночью скидывала... Когда ты находишься в Румынии и говоришь фразу «ненавижу цыган». Цыган, да, пожалуйста. Да, это очень такая распространенная история. Почему вообще цитаты из фильмов становятся культовыми? Вот у меня такой как бы вопрос. То есть, есть ли в этом какая-то, возможно, философия жизни вообще в кино в целом? И что мы так как бы цепляемся к этому? Ну там, о, тепленькая пошла. И то есть, это вот такая история со всеми, которая происходит. Кто там напился, да, приходит домой и хочет как-то охладиться. Слушай, ну мне кажется, что это как и с книгами работает. Ну то есть, когда ты можешь, допустим, сохранить или заметить какую-то цитату или какое-то выражение, когда ты либо что-то для себя обнаружил, достаточно ёмко сформулированное и классное, либо ты просто оценил это как что-то забавное, либо каким-то образом ты вот сейчас увидел то, что выражает твое состояние или твое настроение, но в более лаконичной форме. Вот. Ну мне почему-то так кажется. Мне очень нравятся, ну знаешь, не цитаты из фильмов, а есть такой паблик в ВК, он был и есть телеграм-канал CinemaHolics. И там девчонки, насколько я знаю, они прям обозревают кино, они вот ездили сейчас вроде там на Каннский фестиваль или куда-то. Вот. И у них раньше контент состоял вот прям полностью из скринов с фильма с цитатами. С цитатами. Да. И это супер. Это благодаря этому многие люди вообще знакомятся с крутыми картинами, потому что обложка иногда, постер, да, фильма, он, ну, как бы... Вообще постер – это очень важная штука для кино, и иногда постер, ну, совершенно не про то, что на самом деле фильм находится, он может оттолкнуть. А вот такой формат, как ты говоришь, да, небольшая цитата, небольшой фрагмент из фильма, может очень сильно притянуть зрителя. Я вот несколько раз... У меня случалось обратное. Ну, то есть, да, я такая думаю, блин, какая интересная цитата, как это прикольно. А потом я посмотрела какие-то венгерские арт-хаусы, не понимая, что вообще происходит. Ну, я такая, блин, вот одна фраза, она очень крутая. Я для себя сделала недавно такое открытие, сейчас будет душно и сложно. Короче, мне кажется, что вообще в целом человеку очень сложно понимать, что ему нравится, действительно нравится. А потому что, ну, так или иначе, она сформирует среда, так или иначе, ну, к примеру, раньше был такой прикол, что всем нравился Тарантино. Да. Вот, это было прямо модно. То есть, если ты смотришь и любишь Тарантино, ты классный чувак. И вот благодаря таким штукам, точнее, из-за таких штук, мне кажется, что действительно понять, что тебе нравится, очень и очень сложно. То есть, ты смотришь там какого-нибудь Лантимаса, потому что это вот сейчас прикольно, или потому что тебе реально нравится, или потому что ты восхищаешься. И я для себя обнаружила, что не так уж и много фильмов мне нравится. По-настоящему. То есть, ты имеешь в виду как будто такой синдром толпы, да, когда вот ты под действием масс? Даже, знаешь, не под действием масс, а под действием просто... Ну, ведь мы же все видим себя со стороны. У нас у всех как бы есть образ себя, а есть мы. И стремясь за вот этим образом, за сохранением его целостности, мы часто дополняем его разными штуками, как собираем мудборд себя. Я вот в прошлом выпуске такое говорила. И, короче, я для себя обнаружила, что мне вот недавно понравился фильм. И как я поняла, что он мне понравился, я просто вот... Я начала его смотреть, и я не смогла объяснить, почему вообще. То есть, ну, типа, оно какое-то вот это... Ошеломлена была. Какое-то, знаешь, такое чувство, просто неописуемая херня какая-то, вот, летающая в воздухе. Понимаю, что это. И ты не можешь это объяснить. Это фильм... А что за фильм? Это фильм перед рассветом. Это трилогия с Итаном Холком перед рассветом, перед закатом и перед полуночем. Вот. И в чем там суть? В том, что парень с девушкой знакомится случайным образом в поезде. Дальше у них есть, условно, там, одна ночь, и вот утром они разъезжаются. Собственно, поэтому перед рассветом. И весь фильм... Они чем-то занимались, разговаривали, гуляли по Парижу. И мне это показалось таким волшебным и легким. Это вот, знаешь, как какой-то... Ну, вот как аромат весны, когда ты выходишь на улицу, ты понимаешь, что началась весна. И ты не можешь сказать, какое дерево именно цветет. То есть оно как-то все вместе. Это очень тонкий такой аромат. Очень легкий и классный фильм. Хоть я не очень люблю кино, где 24 на 7, то есть весь хорона фильма разговаривают. Мне очень сложно это слушать и смотреть. То есть Вуди Аллен для меня это что-то, что классно, но я... Просто мне капец как тяжело. Вот. А вот эта трилогия мне показалась такой какой-то волшебной и легкой. И я поняла, что вот оно мне нравится. И... То есть ты как бы проецировала вот это кино, и ты же наверняка его смотрела, ну, поздним вечером, да, или что-то типа того. И ты же проецировала как бы вот картинку вот эту на свою нынешнюю жизнь. И как будто бы тебе, вот ты говоришь, необъяснимая штука какая-то происходила. Ты не могла понять, почему он тебе нравится, он почему-то вот нравится. То есть он как бы в тебя попал. Вот это, наверное, и называется. Да, да. У меня такая же история была с фильмом... Потому что я его тоже посмотрел как раз таки вот примерно в то же время, что и в фильме происходит. Осень. Ну, я, правда, не был в тот момент в Бухаресте. Но фильм называется что-то типа «Необходимая смерть Чарли Кантримена». В общем, это опасная иллюзия на наш язык. Там Шайла Бафф снимается. И вот они там, знаешь, гуляли по Бухаресту, поэтому там пили, ходили по каким-то барам. И, в общем-то, такая музыка классная играла. Аналоговый звук такой был классный. В общем, я прям погрузился в это кино. И на самом-то деле там достаточно мрачная история. Там, кстати, Масса с Микельсен играет. Мрачная история так-то, но вот она как-то меня тоже зацепила. И там еще концовка такая тоже. Они там рассвет, кстати говоря, встречают. И ты как будто бы немножко... Знаешь этот мем, где там парни, которые поспали два часа, и такой свежий, такой пахучий, классный парни, которые поспали в восемь часов. Они такие все уставшие просто таки обваляются. Вот у меня такая история была, что я такой бодрый был, хотя я в 4-5 закончил смотреть этот фильм. В общем, да, я понимаю очень хорошо, о чем ты говоришь. Есть ли у тебя в списке какой-то фильм, который ты прям цитируешь? Но я не говорю про какие-то истории, связанные с Горичем или Тарантино. То, что как будто бы все уже вычистили. Может быть, это какой-то фильм супер неизвестный, но и там какая-то цитата одна, которая тебе прям запала в душу. Почему спрашиваю? Друзья над одной смеются, но у меня есть цитата, которую я правда достаточно часто использую просто в плане смеха. Но был момент, когда это немножко сохранило мои психологические, скажем так, нервные клетки. Я не знаю, как это по-другому сказать. Есть фильм, называется «Незваные гости» на русском, на английском «Weddings Crushers». Оуэн Уилсон снимается и Винс Вон. Короче, там два чувака ходят на чужие свадьбы и представляются, что они типа гости. Вот. И там перед... Они работают адвокатами, кстати говоря, которые занимаются сохранением или наоборот разрушением брака. Ну, грубо говоря. Брачный адвокат. Я не знаю, как правильно это назвать. Короче, там есть сцена в начале фильма буквально, когда к одному из этих персонажей, которого играет Винс Вон, заходит его секретарша и говорит, там, у меня есть для тебя идеальная подружка. Они же, естественно, туда ходят, чтобы снимать дам. Как бы это грубо ни звучало, но они этим и занимаются. И он ей отвечает достаточно длинную такую цитату о том, что он, в общем-то, совершенно не готов к таким отношениям, которые обычно люди называют романами и так далее. Я, конечно, могу зачитать эту цитату, но, точнее, рассказать эту цитату, потому что я не знаю. Конечно, рассказываю. Бахнуть? Бахай. Так, ну мне нужна все равно подсказка на всякий случай. Хотя, давай рискнем, и я не буду подсматривать. Давай. Так, она, короче, заходит к нему, и он такой... Дженнис, извини, что я не стремлюсь сломать голову, бросаться в натянутые нелепые и глупые отношения, которые люди называют романами. Мне это не нравится. Сидишь и гадаешь, нет ли у тебя крошек на лице, а не слишком ли я много болтаю? Может, мало? Интересно, ей или она скучает? Нужно ли притворяться, если мне на нее наплевать? Или может ее чем-то заинтересовать? Хотя, зачем мне все это? Вдруг ей надоело. И в какой-то момент чувствуешь, что она тебя забудет. Когда ее поцеловать? На прощание у двери? Желаешь ей спокойно, но очень оттопыриваешь задницу подальше, чтобы не прижиматься, и целуешь подставленную щечку. А что делать? Не целовать же сразу в губы. Или совсем не целовать? Очень трудно все предугадать. И только думаешь, я уже вляпался по уши, или еще можно как-то попробовать скачить с поезда? Может быть, кому-то нравится этим заниматься? Ради бога, флаг им в руки. Но я держусь от этого подальше. Вот, и короче... Офигеть! Ты сейчас весь фильм на затерок. Что думал там, типа, ну, знаешь, что детство – это королевство, где никто не умирает, и все. Я так думаю, более... Штука в том, что в студенчестве я часто по приколу говорил эту фразу, вообще не задумываясь о ней. То есть ты прям всю фразу говорил? Ну да, естественно, у нас какой-то флет там был, и мы там... Смотри, что могу, типа. А потом я такой стал задумываться, а ведь и правда. Меня не интересует... Ну, то есть я такой, ну, я что-то нашел в этой цитате для себя, и это как-то помогло мне сориентироваться. Вот есть у тебя какая-то такая похожая цитата? Знаешь, сложно сказать, потому что, как правило, я... Ну, во-первых, я очень редко цитирую фильмы. Я скорее, знаешь, как-то подгоняю шутки или контекст. То есть я... О, это еще... Это более профессиональный стиль. Ну, вот не знаю. И мне как-то... Я стараюсь там сделать отсылку на там в меме каком-то, или просто во фразе, или докрутить чью-то шутку, или как-то посмеяться с отсылкой на какое-то кино, например. А просто объясню, почему. Потому что, вот как я и сказала, мне кино чаще всего нравится... Вот оно, знаешь, такое прям сетчатое, прозрачное, как вуаль. То есть я при этом жесточайше респектую фильмы, которые разбирают на цитаты. Это очень круто и классно, но я как-то вот стараюсь не запоминать. Мне нравится сериал «Дрянь». Он же «Флибэг». Раз, в мою английскую версию. «Американная акция». Некий какой-то британский акция. Кокни. Вот. И там очень много, на самом деле, крутых цитат. Я помню там одну шутку. Вам будет не смешно, потому что вы это не видели. Ты смотрел? Я смотрел несколько серий. Мне очень понравилось, но что-то не произошло там. Короче, был момент офигенный. Там главная героиня. Она достаточно порочная женщина, но по-своему харизматичная и классная. У нее есть сестра родная. Она такая суперперфекционистка, немножко нервозная, истеричная женщина. И, короче, как-то не встречаются в парке, и сестра подходит к ней и говорит, типа, меня ужасно подстригли. А у нее стрижка, знаешь, такая суперкороткая, но как бы уложенная. В смысле, как вот каре, но очень короткая каре под мальчика. Окей, окей, я понял. Вот, и она говорит, я ужасно выгляжу. Она говорит, нет, нет, это хорошо. Ну, в смысле, все в порядке. Она такая... И она просто говорит, запикайте, пожалуйста, потому что так было в оригинале. Типа, да б***ь, я выгляжу как ластик на карандаше. И я очень-очень долго с этого смеялась, но это очень смешно было и забавно. Ну, там же еще интересная особенность в этом сериале, что она пробивает четвертую стену и общается со зрителями. Да, да, да. Я почему-то подумал, что она скажет это нам, нам зрителям. Она, типа, знаешь, каждый раз, когда такая, да нет, ты хорошо выглядишь, смотрит в стену, в эту стену такая, типа, блин, да нет, все в порядке. И на пять смертных такая... Вот. Но это очень забавно. У меня, знаешь, скорее, с кино Мэйчрл работает не по цитатам, а по настроению. И, знаешь, есть такая штука, я ее вот изучаю благодаря ТикТоку, когда твоя личность формируется благодаря разным персонажам. Так, это что, это какое-то явление есть такое? Да. Ну, как бы, да, оно не обозначено, но условно там. Моя личность сформирована на, там, Гарри Поттере, каких-нибудь... Короле Леви. Нарниях. Нет, моя личность вообще, Гарри Поттер там и рядом не стоял, рядом с моей личностью. Вот, моя личность сформирована на вполне осязаемых вещах и персонажах. Я вот сейчас, дай бог, памяти вспомню. Ну, Король Лев, да, ты прав. В Короле Лев я еще раз повторюсь, что в целом мои родители могли бы меня не воспитывать. Потому что из этого мультфильма я поняла, как и зачем нужно любить родителей, что такое дружба, почему важна преемственность, чувство долга и чувство вины. Прости, я так понимаю, что ты сказала, что твои родители тебя не воспитывали. Этим вполне могли заняться Тимона Пумба. Получается так. Они типа могли бы вообще... Мне родители вообще могли бы не объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Мне достаточно было прореветься два часа, и я осознавала по Делтона Джона, и я такая, я теперь знаю, как жить. Так вот. Какая-то двусмысленность некая, да? Ладно. Ладно. Короче, есть некий набор персонажей, которые меня сформировали. Я думаю, чтобы было интереснее, я составлю мудборд, прям вот скопирую из интернета картинки и помещу это прямо в наш Телеграм-канал. О-о-о! Вот. И там вы увидите, какие персонажи меня сформировали как человека. Блин, круто. Надо вообще-то таким заниматься, чтобы иногда какой-то анализ, возможно, провести. И вдруг ты для себя узнаешь, что тебя сформировал какой-нибудь не вовсе не Гарри Поттер, а, ну не знаю, Властелин Колец. Да. Это же большая разница. Огромная. Фанат Властелина Колеца и Гарри Поттера, это же человек с бородой и без. Ну и что, никогда такого не было. И вот опять. Добро пожаловать в нашу... Добро пожаловать в Сити-17. В нашу... Ну вот Илья уже начал сыпать. В нашу рубрику ностальгия. Здесь мы будем обсуждать разные штуки из нашего детства. Напоминаю вам на всякий случай, если вы забыли, что это за рубрика. Юности, отрочество. И вспоминать всякие разные истории. Сегодня мы с Ильей поговорим о нашем первом компуктере. Пока, бояре, мы с тобой. Ну, я должен сказать то, что я уже знаю некие факты, факты некие о тебе, что меня может не радовать, что когда ты играла на своем компьютере в какую-то гоночку, ты представляешь, что ты таксист. Мне почему-то кажется, что разница между ноутбуком или каким-нибудь планшетом и компьютером, или, не знаю, игровой консолью. Очень огромная, потому что ты ощущаешь эту мощь, это тепло, эти кулера, которые работают и дают тебе какой-то эмоциональный экспириенс. И ты получаешь буквально вот... Будто бы можешь потрогать этот Nissan Skyline. Ну, Илья в такие игры играл, у меня там Mazda и RX-7 было, ничего серьезного. Мне еще кажется, знаешь, в чем принципиальное отличие? В том, что это не компьютер идет с тобой, это ты идешь к компьютеру. О, однако, точно, точно. То есть это такое сосредоточение кайфа, то есть, знаешь, вот ты ждал, ты был на прогулке, ты ждал, когда ты вернешься и сядешь за свой, в моем случае это был LG, а с вот этой вот коробкой сзади, помните, что это такое было? Это монитор такой был. Вот, я прям ждала, что я включу эти колонки, они с определенным таким... Щелчком? Ну, неким каким-то таким. Еще как-то не шуршали, так чуть-чуть скрипели, прикольно. В этой клавиатуре, да, клавиатура, которая прям тебе, у тебя прям палец на четыре фаланги проваливается, когда ты нажимаешь. Раньше же называли его стационарный компьютер. Да, да, да. Поэтому как бы сейчас же это ПК, тогда СК, какой-то уже следственный комитет. ССК. Вот, я помню, что... Знаешь, что вот сейчас забавно? Я помню запах компьютера своего первого. Вот это точно, знаешь, что? Это вот особенно, когда ты его прям распаковываешь. Да, да, да. Это что-то такое... Еще был какой-то такой магазин у нас, по-моему, Гренада назывался в Услабинске. И мы, естественно, его по частям покупали, потом собирали сами. Что-то первый раз термопасты как-то многовато налили, набумбузярили. А ты сама собирала или ты уже готова купила? Нет, мне было, во-первых, пять лет, когда я купила все компьютеры. Я ничего не собирала. Я даже пазм не собирала. Это был компьютер, купленный в магазине Sunrise. Я помню, где этот магазин находится. Его сейчас уже нет, давно уже нет. Я помню, что мама принесла его. Я смотрела «Охотники за привидениями» мультик. Это была осень, мне кажется, где-то ноябрь. И мама принесла компьютер, и я долгое время вообще не понимала, что происходит, ну типа, что это такое. Потом мне показали, что все мои приключения с работой в компьютере начинаются и заканчиваются ровно игрой «Страйкбол», по-моему, да, она называлась? И ты нажимаешь на пробел, и там вот такие штуки. Пинбол. Пинбол. Да. Вот. И, собственно, этим я и занималась где-то пару месяцев. А потом... Потому что пассианс и косынку фиг знает, как играть вообще. А потом я заметила на мониторе розовую иконку, в которой была женщина с темными волосами. Ага, я знаю, о чем ты говори. И я нажала, и просто провалилась, знаете, в такую бездну. Это изменило мой мир навсегда. Особенно тот факт, что я где-то три или две недели не знала, что нужно пользоваться мышкой. Да-да, это очень забавный факт. Вот. Ну не одна такая. Томми Версетти ходил всегда боком. Он дрифтовал по... Да, по Майами. У меня аналогичная история, на самом-то деле. Ну, как бы осознавал то, что это компьютер только мой старший брат. У меня первый компьютер появился в 2002-м. Мне уже было где-то лет 7 или 8. И процессор назывался Athlon XP 1800 МГц. У меня было аж 60 гигабайт встроенной памяти в компьютере. Диск назывался Barracuda. Может быть, у кого-то такой тоже был. Респектую тем ребятам, которые выбирали Barracuda. Там такая рыба нарисована была на жестком диске. А, блин, я помню. У меня он у брата был. Да-да, это очень распространенная фирма была. И да, я помню, что моя первая игра там была GTA London 1969 год. И мы почему-то отключали звук в игре и включали музыку тогда популярных очень рок-исполнителей мужского и женского пола. Разных штук всяких. Очень, мне кажется, просто догадаться, кто это. Пишите свои варианты в комментариях. Тогда были очень популярные исполнители. Вы сами знаете, какие. И да, штука в том, что вообще-то компьютер покупался не для игр. Да, первоначально. О, да, конечно. Вот это вот всегда для работы мне, для учебы. Поэтому можно мне видеокарту на 650 тысяч гигабайт? А то у меня в Википедию не заходит вообще. Да, это такая была жесткая отмазка. Да, блин, о какой видеокарте там речь шла? Папа купил мне какую-то игру. Сейчас я вспомню. По-моему, это был либо как раз-таки GTA. Потом он такой, не, это очень жестокая игра. И купил мне Rainbow Six. Что там? Rainbow Six — это серия игр Том Кленси. Ну, такой автор был. И там, ну, играешь за плохих, за хороших. И там разница с Counter-Strike в том, что тебя достаточно быстро могут... Ну, как бы у тебя заканчиваются... Понигилировать. Да, заканчиваются жизни очень быстро. Ага. Вот. Ну, естественно, она мне не прижилась. И непонятно, что с ней там делать. И, в общем, я так и играл в Лондон. Знаешь еще что? Вот, во-первых, я жестко плюсую к выключению звука в игре и включению своего плейлиста. Это топ. Правда, в GTA Vice City и так был восхитительный. Восхитительное радио, надо сказать. Да? Но там была папка, в которую можно было закидывать свою музыку. Это уже для айтишников. Я с таким незнакома была пять лет. Я делала так в другой игре. Это был Need for Speed. Мы его называли NFS. NFS второй, где... Там еще восхитительная озвучка. Там можно было взять Lamborghini Diablo. И там вот это вот, всегда этот звук был, типа, такой, знаешь, объемный, как вот... И это было так прекрасно, потому что это первая игра, в которой я поиграла вдвоем с кем-то. То есть человек там играет на стрелочке справа на клавиатуре, а я слева. И у нас экран делился на две части. Да, очень классная штука. Мы играли сверху и снизу, да. И вот там мы наваливали такую жесткую музыку. Там просто максимальный такийский дрифт был. Короче, мне кажется вообще, что с первыми компьютерами это как вот со всем первым, что было у тебя в детстве. Ты никогда это не забудешь. И я несколько раз подчеркнула, что это вот этот монитор, да, в котором не было почти никакого разрешения. Что у него там коробка сзади, что это все было неудобно. Что тебе нужно было постоянно там что-то у кого-то брать. Что эти игры было не достать. Ну, у меня так. И как хорошо, что это как будто бы осталось в наших теплых воспоминаниях и осталось в прошлом. Сейчас у нас суперсовременные всякие эти штуки, подсветки. Я вообще не разбираюсь абсолютно ничего. Вот, мне сейчас дай выбрать компьютер, я выберу скорее Pentium какой-нибудь. Ну, тот некий, который у меня был. Но есть кое-что, что мы все-таки забрали из нашего прошлого сюда, с собой. Более того, даже еще в улучшенной и модернизированной форме. Это гематоген. Да, гематоген. Это тоже портал в наше детство и юность. Здорово, что мы уже вполне некие какие-то половозрелые люди. Можем вспомнить даже свой некий какой-то Pentium. А гематоген все еще до сих пор можно купить. Он такой же полезный и вкусный. Таким можно считать ферогематоген Forte от Farm Standard. Ферогематоген Forte – это дополнительный источник железа, меди, витамина С, В6 и фолиевой кислоты. Сделан он в формате батончика, который удобно взять с собой в офис на прогулку, поездку и использовать как добавку к пище. Производители поработали над составом. В батончике нет пальмового масла и красителей. Содержатся витамины, микроэлементы, которые помогают железу усваиваться лучше. В описании подкаста мы оставим вам на него ссылочку. БАТ не является лекарственным средством. Вот что я должен заметить, Диана. Что же я? Давно я тебя так не называл. То, что у тебя на… Обычно я амфибрахий. Не знаю, что это сейчас сказала. Спор мастиха. Я заметил на твоём пальце замечательное кольцо, дорогие слушатели, в виде, что бы вы думали, зажигалки. Да, это кольцо, которое повторяет верхнюю часть зажигалки. Верхнюю часть зажигалки, да. И вот что очень сильно коррелирует с нашей сегодняшней темой. Угадай, что я вспомнил. А я вспомнил. Это же такое как бы необычное приспособление, да, которое есть у персонажа. Я вспомнил зажигалки Зиппа, которые поджигают всё. Вообще нет, нифига. Это просто такой как бы гаджет, который ты не ожидаешь увидеть в виде кольца. И я вспомнил фильм «От заката до расцвета» Роберта Родригеса и Квентина Тарантино, где был персонаж секс-машина. И у него в паховой области был пистолет с двумя обоймами, которые он доставал в случае, если до него кто-то докапывался. Это был супернеобычный гаджет, который заставлял меня в детстве очень много вопросов. Типа, как он там помещается, например. Почему он... Ну, естественно, это магия кино. Вот это кобура. Да, вот это кобура. И вообще никогда больше я не видел такой аксессуар дополнительный к штанам больше в кино. Я думаю, это суперизобретательная штука, которая была вот раз и всё. И мне кажется, этому надо посвятить определённое время. Ну вот, я к чему это говорю, что помимо цитат и картинок, ещё и очень сильно влияют на нашу жизнь, мне кажется, и поступки какие-то, которые совершаются в фильмах. То есть, ну, как бы все плюс-минус режиссёры как бы хотят, чтобы их персонажи... Ну, то есть, вот это вот «Тысячеликий герой», вот эта вот история про то, что всё-таки всё идёт к положительному, что герой проходит через всякие трудности. Ну да, что у героя, по факту, у всех героев один путь. Они сталкиваются с разными, там, где-то рыцарей, где-то чувак с кулером и со степлером, и всё это один и тот же герой. Да, чего не скажешь про фильм «Дом, который построил Джек». Ну, в общем, я просто хочу сказать, что мы все стремимся к какому-то добру и положительному, позитивному. И кино нас этому немножко... Ну, не то, что учит. Оно нам даёт как бы понять как... Точнее, не понять, а показывает, как можно сделать, типа, в той или иной ситуации. Вообще, это вопрос выбора. Какой выбор ты сделаешь? Я недавно видел, как Брайан Крэнстон рассказывает про Breaking Bad в каком-то подкасте. В общем, он там говорит, типа, вообще Breaking Bad – это про моральный... Ну, моральная дилемма, моральный выбор. Типа, что ты сделаешь? Например, если ты найдёшь бумажник, да, и в нём будет там, не знаю, ну, определённое количество денег, и ты можешь этот бумажник отдать без денег и сказать, что ты его так нашёл, а можешь отдать полностью деньгами, а можешь повесить объявление там на свою дверь и сказать, я нашёл бумажник. Типа, чей он? Вот, типа, обратитесь. Вот он такой, типа, такой. И от этого, от разных принятий решений каких-то, у тебя будет строиться разный сюжет. И вот мне кажется, что кино в целом, оно нам помогает принять какое-то решение правильное в жизни на самом деле, отталкиваясь от того, что мы видели, как лучше не делать, например. Или, там, наоборот, мы увидели, как персонаж хорошо делает, например, там, не знаю, семь жизней, да? Я не говорю, конечно, жертвовать органы сейчас, пойти быстро. Ну, определённую такую гуманистическую нотку мы у себя внутри почувствовали, посмотрев этот фильм, мы такие, типа, ну, задумались. Мне ещё кажется, что, вот ты сказал о позитивной стороне, мне хочется подчеркнуть негативную, в том смысле, что кино позволяет вид сублимировать. Когда мы видим какого-то отрицательного персонажа, допустим, мы там подкипели за день, мы видим отрицательного персонажа, который, ну, вот он просто-просто злой человек. Да. Ты на это смотришь, и мне кажется, что каким-то образом ты свои негативные эмоции и чувства как-то проживаешь вместе с этим персонажем. То есть это как видеоигры, да, одни люди считают до сих пор устаревши, что это жестокость, и что нельзя детям в это играть, и там, подросткам. А другие говорят, что это, наоборот, очень круто, это повышает когнитивные способности, это позволяет человеку сублимировать, а не пойти там на кого-то наорать. Это же здорово. Вот. В этом смысле кино очень крутое, да и во многих других смыслах, на самом деле, это же так прекрасно. Я вот просто, когда задумалась о кино как об объекте, да, каком-то, мне показалось, что это так здорово. Вот в какой-то момент люди поняли, что обычной жизни, обычного ее течения и того, что они могут фиксировать своими глазами, им мало. И им захотелось это как-то интерпретировать, как-то увековечить, отразить, показать кому-то еще, придумать что-то с нуля, чтобы кто-то это увидел. И это так здорово, потому что... Ну, потому что вот так, вот. Так да, вот придумать и с нуля, и, возможно, что-то наоборот взять из жизни, там, не знаю, какой-нибудь, не знаю, серия фильмов «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Данни Гловером. О, боже мой, как там играет Мел Гибсон. Это психопата, и как ты на него смотришь... Ну, как бы психопата в хорошем смысле. Он по этому фильму называется «Смертельное оружие», потому что это именно он – «Смертельное оружие». И ты там смотришь, как он, ну, там всякие, ну, вещи творит, и как бы думаешь, блин, этот человек болен, и как бы, ну, сопереживаешь ему и прочее. Или там, например, посмотреть фильмы Кэмерона, где он изобретает графику, вот как бы, как ты говоришь, с нуля, там технологии в целом изобретает для фильмов, визуальные и, ну, съемочные и так далее. Это действительно... В общем, ну, нельзя, короче говоря, отрицать то, что кино – это большой двигатель жизни. Это не просто картинка на мониторе в кинотеатре, да? Мы просто, скажем так, ну, многие вещи мы просто недооценим как человеческий вид. И мне кажется, кино – это одно из таких явлений, которое будет развиваться дальше, оно не остановится. Знаешь, какая мысль меня одновременно радует и расстраивает, что я за свою жизнь, сколько бы я ни прожила, я не посмотрю всех фильмов. Это, знаешь, это вот... Помнишь, у нас был выпуск какой-то, что мы типа там о Римской империи, да, задумываемся? Это вот одна из тех мыслей, о которых я просто иногда такой, мою посуду и такой, блин, не посмотрю всех фильмов, и дальше мою посуду. Просто эта мысль пробежала у меня в голове, оказывается, не один я. То есть есть вероятность, что вообще каждый человек в мире, он не увидит своего любимого фильма? Блин, да! Вот как понять? Ну, ты видишь, у тебя уже есть какое-то ощущение любимости кино, поскольку ты вот рассказала в начале выпуска про приятные ощущения от фильма. Да мне кажется, знаешь, вот эта вот история – топ ваших фильмов, да? О, блин! Ну, нет. Да, да. Вообще нет, и сейчас вот начали вируситься эти подборочки осеннего кино, и там всегда одни и те же фильмы, которые, как мне кажется, ну, некоторые, да, действительно вейбовые, но не все. И мне больше нравится, знаешь что, как-то само это познавать. То есть вот я смотрю какие-то фильмы, я такая, о, прикольно, я хочу его осенью посмотреть, когда будет прохладно, где-то в ноябре, типа он какой-то такой терапевтический, согревающий, это здорово. Но все эти подборки, ну, блин, не знаю, такое себе. Ну, знаешь, ладно там, когда, условно, вот недавно, опять же, Квантин Наратинов был у какого-то стендап-комика, не помню, как его зовут, он рассказывал про то, что, ну, типа, сейчас очень много франшиз, которые никак не могут закончиться. И вот он рассказал про то, что его любимая часть, точнее, любимый фильм... Форсаж? Нет, это «История игрушек 3». А, у кого был Форсаж? Я не помню, извините. У Форсаж у Кристофера Нолана. Вот, да, внезапно. Просто так же внезапно было. Супер-сюрприз, да. Но, тем не менее, я к тому, что вот, да, вот человек вроде такую, как бы, ну, кино, скажем так, снимает очень не про мультики совершенно. И вот он говорит, это вообще одно из самых лучших произведений и картин, которые я когда-либо видел. И это, как бы, я продолжаю твою мысль, что ты, ну, не сможешь, наверное, понять, какой фильм твой любимый, пока, ну, наверное, у тебя свой жизненный опыт, собственно, не накопится. Да, более того, тебе в 16 может нравиться один фильм, в 25 другой, в 26 вообще третий, а в 27 ты скажешь, что все эти фильмы херня полная. Полная херня, да. Поэтому, ну, мне кажется, это здорово, здорово возвращаться, я очень люблю возвращаться через время, через несколько лет к фильмам, которые мне нравились, пересматривать, ровно как и с книгами, чтобы понять, что вот сейчас, как я их жестко чувствую или не жестко чувствую. Жестко чувствую. Вот. И вот действительно, скажем так, финализирую, я попробую финализировать то, что ты говорила, то, что со временем у тебя меняются вкусы и меняются фильмы, но есть какая-то категория фильмов, а возможно, какой-то один фильм, который вот действительно, я вот в начале выпуска сказал, преследует тебя всю жизнь, плюс-минус. У тебя есть какой-то такой фильм, в котором ты можешь к нему много раз возвращаться, переосмысливать это кино и через призму своего нового опыта познавать что-то новое? Есть ли у тебя какой-то такой фильм? Куда ты можешь вот как раз-таки, как ты сказала, осенним днем уединиться как-то с ним, возможно? На последнем дыхании Гадара. На последнем дыхании Гадара. Интересно, не смотрела это кино. Вот ты, на самом деле, очень много с Дашей приводите примеров отечественных режиссеров, надо, наверное... Ну, это не отечественный. Гадар не отечественный? Гадар, да. Это новая волна французская. А, точно, да. Гайдар. Гайдар, потому что Гайдар, ну, одна буква, а сколько изменилось? Блин, я прошу прощения, да. Но, в общем, да, надо будет изучить этот вопрос с фильмами, которые вы рекомендуете с Дашей. Она мне как-то порекомендовала «Артхаус». «Садовник», «Его жена», «Любовница», что-то такое. Да-да, там про... Да-да, про вообще... А почему тебе нравится в него возвращаться? Что там такого? Ну, знаешь, мы... Можешь ли ты это объяснить? Да, когда мне что-то очень приятное нравится, я привыкла это объяснять через какие-то метафоры. Вот для меня фильмы Гадара, практически все, я их пересматриваю осенью, они, знаешь, как... Они вот примерно как прохладный октябрь, такой какой-то легкая, теплая верхняя одежда, ветерок, листья и вот что-то такое. Это что-то, что ты не перескажешь, что-то, где нет какого-то экшена или резкого какого-то сюжета, суперинтересного сюжета, который тебя ведет, непредсказуемой концовки и чего-либо угодно еще, саундтреков, да, они там практически отсутствуют. Но в их разговорах, ну, мне бы так хотелось говорить. Мне бы о таком хотелось говорить. Особенно учитывая, что во многих его фильмах актеры импровизировали в диалогах, для меня это вообще кажется просто каким-то волшебным. И это такие простые вещи, простые слова, но как-то так очень поэтично сформулированные. Это вот знаешь, как интервью вот этих советских детей с нарезками, где они вот просто невероятным образом говорят. Вот для меня это что-то вот типа такого. Интересно, интересный выбор. У меня такой фильм был, ну, наверное, остается. Это «Смертельное оружие», прошу прощения, «Заряженное оружие». Путаю, потому что «Заряженное оружие» — это пародия на три фильма «Смертельное оружие», «Комедийная пародия» или «Пародийная комедия», называйте, как хотите. Да, ну, потому что как бы там действительно, ну, вся моя жизнь. Но вот из такого, если говорить, кино, как ты сказала, это «Трудности перевода» Сухиа Коппола. Я недавно посмотрела. Там вот тоже такая же, я не знаю, я не смотрел «Гадара», фильм, который ты сказала, но вот по твоему описанию я почему-то представил «Трудности перевода», потому что там, ну, Билл Мюррей рекламирует «Сантори», «Виски», и Скорей Теханссон молодая такая расстается с парнем. Ну, в общем... Я еще, знаешь, недавно посмотрела, вот этим, наверное, уже будем потихоньку завершаться, я недавно посмотрела «Четыре свадьбы, одни похороны» с Хью Грантом, и такой классный фильм, на самом деле. Он попадает почему-то во все подборки вот этих вот американских мелодрам, но, как мне показалось, он поинтереснее. Он глубже, и он как-то, ну, прям нетривиальнее, что ли. Там нет вот этого вот, что там какая-то невестка у твоего брата, вы с ней рамсили в школе, а потом вы помирились, разошлись, а потом под какой-нибудь «Оазис» сошлись где-то под саундтрек. «Оазис» — это группа? Ну, некий. Потому что... В пустыне. Потому что, может быть, и в пустыне. Они, кстати, да, скоро это самое. Понимаете, это как хотите. Ну, короче, хотелось бы... Если у вас есть такие же эмоции, как у нас с Ди, милости просим в комментарии... Чатик. Да, из 13 в 30 бэкстейдж, Телеграм-канал наш и чат. Поэтому мы были рады для вас сегодня работать. Жаль, что без Даши, но это ненадолго. Не переживайте, не расстраивайтесь, оно скоро вернется. Совсем скоро мы будем втроем с Дашей. Делитесь своими классными фильмами, любимыми. Нам это очень интересно будет. Мы, возможно, соберем маленькие какие-то подборочки вам своего топа, топа из 13 в 30, как топ осенних фильмов, топ-фильмов Хэллоуин, топ-фильмов под Новый год, там, обязательно с Кевином этим Маккаллакеем. Вот. Ну, и что же, на этой ноте... Кевин Маккаллаке, серьезно? Маккаллаке, я сказала. Маккаллаке. Взрослая жизнь — это не всегда просто. И иногда, даже если тебе 30, хочется, чтобы мама объяснила и помогла разрулить дурацкие взрослые дела. Специально на такой случай у студии Red Barn есть подкаст «Алло, мам», который помогает справиться со сложностями самостоятельной жизни. В новом сезоне Марина Бойцова расскажет, как высыпаться, как засолить свои первые огурцы, с чего стоит начать планирование ремонта и многое другое. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И с вами была Диана, это я, и Илья, это он. И Илья, это я тоже. Ну что, всем пока. Арифидарчи! Черт! Ты же должна была. Субтитры подогнал «Симон»!